Скорее всего, там где Шотландия, вот оттуда. То есть Англия и все такое. К сожалению, нет. Ну не из Америки, вроде точно. Этот романский праздник, наверное, там, где Германия сейчас находится. Наверное, из Америки. Наверное, откуда-то очень из древности. Где-то из района Скандинавии, не знаем. Хэллоуин пришел из Америки. Там ранее почитали богов, злых духов. Маски носили для того, чтобы их задобрить. Те, кто не носил маски, ну, в эту ночь их преследование несчастья. Из Америки! Из Америки, конечно. Канада, Америка, что-то такое, да. И из Америки. Из Запада. В других странах, в той же Америке, дети ходят, как бы, как у нас на Калиадах, да, то есть собирают там конфеты, сладости. По-моему, ходили, как на Рождество, ну, калейдовать, по-моему, на Хэллоуин ходили. Вырезают из тыв каких-нибудь монстриков там, не знаю. А в честь чего, что символизируют эти тыквы? Ну, я, ну, читал где-то, что, как бы, по легенде, давным-давно, ну, в эту ночь с 31 на 1, там, ну, выходят всякие темные силы. Я знаю, что тыква тоже очень играет какую-то большую роль в этом празднике. Я знаю, в Америке детям должны конфеты давать, если они в дом приходят, в костюмах. Не знаю, может, тыкву едят. Хочет собирать конфеты по домам. Да, тыквы вырезают, да, дома украшают. Ну, это еще сама атмосфера. Люди, как бы, выпускают то, что у них внутри, зловещее. Как-то могут быть с собой, если, допустим, это не формал, и их абсолютно не отвергает общество, потому что все в этот день такие. Тыквы, тыквы какие-нибудь вырезанные, страшно украшают. Детки ходят и конфеты просят, да. Мне было 14 лет, и я ходил, просил конфеты. Я так только на коляды делала. Хеллоу? Безды никакие. Нет, к сожалению, нет. День перед днем всех святых. То есть все обычно говорят наоборот, что, типа, это день святых. А на самом деле, это, типа, день перед днем святых. Ты знаешь, что такое обозначение? Хэллоун. Не, ничего. Ну, я тоже. Нет праздник всех святых, только почему в этот день она наряжается именно во всех страшных. Я считала, что, типа, считай, это самая такая ночь, когда спадухи спускаются сюда, и надо закрываться, одеваться в маске и костюмы, чтобы они не забрали тебя туда и не вселились. Ну, это память о сопшем, наверное, или как, я не знаю, ну, день всех мертвых. Может, это как приветствие или что-то вроде заклинательного слова? Хэллоу-ин, если разобрать на английском по частям, то это здравствуй внутри, это странно. Восставшие мертвые из могил, да? Ну, восставшие мертвецы, грубо говоря. Да, вот скажем так. Не, Хэллоу-ин это вообще день всех святых. Вот это я знаю. Наверное, что это страшное. Хэ-хэ-хэ-хэ-хэ-хэ-хэ-хэ.